Как объяснить тому В которые нас бросила война Я помню всех, кого сегодня нету Кто рядом шел наперекор судьбе Они ушли однажды в это небо И небо их оставило себе Мне допели, не договорили Нам каждая минута дорога И поднимая в небо эскадрильи Летим на запад, чтобы бить врага Давай с тобой выпьем за победу Она придет немного, погоди Внизу наш дом поэта Наше небо мы никому его не отдадим Вертелись, вертелись И вот он уже, голубчик, а Стрелять не хочу я на кашиточку Чик-чик А патроны кончились Это потому, что в тактике Стрелительной авиации В пункте 16 сказано Необходимо экономить Свои припасы Бордо Открывать огонь только Хорошо прицелившись, да Так мы так и делали Товарищ капитан, разрешите обратиться Обращайтесь Все, случая не было Я у вас хотел прощения попросить За что? За вчерашний вылет, то, что из боя вышло Что подвел вас Вы группу подвели У меня что прощения просить Вы же не на ногу мне наступили Понятно Но зато с другим ведущим Я уже такой ошибки не совершу Почему с другим? Ну, вы же само не будете больше летать Я вас отлично понимаю А не надо меня понимать И решать за меня тоже не надо Первый боевой вылет Я понимаю Свой прекрасно помню Так это значит, что? Значит, будете летать со мной Спасибо Ну, угостили фрица на этот раз И вернулись все, главное Ну, что сказать С почином Служу Советскому Союзу Товарищ подполковник Борький его первый заметил Из первого захода Бац, бац Поздравляю Служу Советскому Союзу Ну, вот и служите дальше Ладно Отдыхайте пока Завтра опять летаем Поздравляю Рассказывай Прощайте меня Прощаю Спасибо Пойдем отдыхать Ты понимаешь, что это подпись? А? Что такое? Ты расстрелял парашютиста Да, я расстрелял Я фашиста расстрелял Он был полностью беззащитен А ты его в плачья Даже немцы Ненавидят своих Кто стреляет безоружных Это он-то безоружен был А моя сестра Мой брат Ему шесть лет было А моя мать Они тоже были безоружны Когда эти вот твари Сжигали в сарае живьем А вот ведь Какие дела Вот ты где А я обыскался Держи, выдавали Борь, ты как? Нормально? Нормально Пойдем Скоро ужин Давай еще Ты, Ленка, иди я сейчас Посижу, еще приду позже Ладно Спасибо Давай, приходи Черт, черт, черт 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 Петерин Я Пожарный расчет Медиков на аэродром Есть Черт Я, Роща Это кто-то в южку по ветру пустил Я, Бордов Мотор греется, боюсь заклеен Остальные целы? Да, окон, незначительные повреждения Бордов, на посадку, остальные на круг Я, Бордов, понял, уйду на посадку Помоги 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 Сидорин, ну сделай что-нибудь за крылком Просила ведь уже Кушать хочешь? Сегодня специально Да, желаю Заметила На скорости 400 начинает стучать Долбит, как пулемет Ну Да посмотри Посмотри Иди лучше перекуси Держи Скажи, а у нас краска есть? Краска-то есть А вот мотор спалил Новый мотор только забудет Все Теперь на списание Я же Не специально Ага Да Ну ты мне объясни Ну почему у товарища капитана Мотор выдерживает двенадцать боевых вылетов А у тебя только три А это знаешь почему? Да потому что летать не умеешь Газуешь, газуешь туда-сюда А машине совсем не будет Точно А я, между прочим Месси разбил Ну Ну Сбил И молодец А вот пользы-то не принес Потому что взял и мотор спалил А ты знаешь сколько он стоит? Его женщины, дети На заводе гепарита для наших собирают А он взял и за три вылета и сжег Да иди ты Зампали ты Речи толкать Борь, ты видел, как я своего первого сбил? Не, не видел я Там такая карусель была Ай, барон Товарищ капитан Как я обещал, первого сбитого посвящаю вам Сидоренко Ну что, вкусно ли? А про машину все-таки не забыл Думали я забыл? Больно сильно стучит Я словно на ветер не бросаю Да понял, я понял Мою историю не держит Сначала подтверждение получил Завидует Завидует Ага Ну и? Да сбил я его, товарищ подполковник Да? С чего ты взял? Ну, вы же видели, дым пошел Ну, ты тоже с дымком вернулся и что? Да не в этом дело Ну, он как неживой летел Я ему либо тяги рулевые перебил Либо летчика ранил Ну, но я к нему пристраиваюсь Он не ускоряется, не уходит Я бы его б сбил, если Для чего тогда эту фотобандуру вешают Если ничего доказать нельзя Товарищ младший лейтенант Вы знаете, что сбитый вражеский самолет Должен быть подтвержден свидетелями Либо с воздуха, либо с земли А эту бандуру вешают для того, чтобы достовериться Что ты во врага стрелял А не жег весь боеприпас где-нибудь за леском Для отчетности Вот это документ А может быть кажется Живой-неживой Маме рассказывать будешь Паша, спокойнее Ты падение видел? Нет Где мессер упал? Куда посылать за подтверждением? Только ты учти, что летчик, который туда полетит Будет жизнью рисковать Давайте дальше Оповещение у них здорово поставлено Главная линия фронта на Бреющем прошли на цыпочках А нет Шесть мессеров против шестерых наших Ну и пошло-поехало И так каждый раз Кружимся-кружимся Жем мотор Жем патроны А толку чуть Я думаю, немцы нас на новичков разменяли Это что, по-вашему получается, что мы не можем справиться с желторутыми птенцами? Ну, из чего такие выводы? Асы обычно не идут длинные бои А эти, вон, все своры бросаются Согласна Эскадра та же, а пилоты другие А пленный немец тоже что-то про молодое пополнение говорил Только мы сошли за дезинформацию Да сомневайся, это очень подполковник Нет, я думаю, Асов не в санаторий отправляют Собирают в кулак На каком-то другом участке А вот где и зачем, мы не знаем Так что отправляйте донесения в дивизию Пусть они там сомневаются Давайте дальше Кто у нас звезда экрана? Товарищ капитан Терентьев Поехали Слышал, ты сегодня немца сбил? Да не то, чтобы сбил Ах да, ты же у нас снайпер Сразу Ганс и бац А он самолет сам потом долетел Парни Да пошли вы Давай, давай, давай Чего? Что это? Не видишь, звезду рисую Звезду вижу, Терентьев только вот сбил Не знаю, меня там не было Сказали рисовать, вот и рисую Товарищ капитан, разрешите спросить Спрашиваю, лейтенант Вольно Что же это получается? У литовщика звезды понимаю Терентьев, а кого сбил? А что же рисуют? Объясните, кого он сбил? Ты же сам видел Девчата, продукты возьмите Ага, спасибо Кино-то со всеми смотрю Вот как надо сбивать, в плочья Так немцы сбили бес и Лидия Терентьев стрелял уже в падающий самолет Вот, значит не тот и не другой А это значит никто А если немец кем-то сбит Значит, это замполит Тебе куда ехать? До КПП Товарищ капитан, надо бате сказать Лёнь, держись Ты чё, в детском саду родился? Ты думаешь батя не знает? Ты пойми, за отребитель тысячи рублей За бомбер полторы Если немец сбит в группе Если немец сбит в группе Значит деньги уходят на счет эскадрильи А это значит никому А так замполит он И замполит доволен И мы в порядке Понятно Скажите, у него что, все семь такие? Почему семь? Один он точно сбил, я сам видел Страшен человек, решившийся победить, либо умереть И это очень хорошо известно нашему противнику После победы в Сталинградском сражении После прорыва кольца Ленинградской блокады Товарищи, радостные вести доходят до нас с фронта Растет мощь ударов нашей авиации И наш полк не отстает Так всем хорошо известный летчик Покрышкин Недавно получил звание Героя Советского Союза Избитый сегодня мной самолет Это не моя личная победа Это наш вклад в общее дело Помните, товарищи, Родина того же ждет и от вас Спасибо за внимание Встать, все свободны Товарищ подполковник, разрешите войти Проходите Пришло срочное задание Сфотографировать огневые точки вокруг переправы противника Вылет перед рассветом Шугаев, пойдешь с фотокамеры Хотел отличиться? Вот те возможности Только учтите Съемку надо проводить с малой высоты Значит бить вас будут по черному Задание с огоньком Товарищ Мироненко расскажет маршрут Значит так Идете по руслу реки до переправы у Суховки Дальше река раздваивается Идете правым рукавом Товарищ предполковник, донесение От колокольни ложитесь на шестьдесят градусов Пока понятно? Угу Паш, информация пришла по твоему немцу Ребята из соседнего полка летали Угу Поздравляю Я не понял иронии, лейтенант Товарищ предполковник, разрешите обратиться? Валяй Ведомым со мной кто пойдет? Один пойдешь, командиром группы Еще есть вопросы? Никак нет, разрешите идти? Выполняю Есть Продолжай, продолжай Как только лесополоса заканчивается и разворот на сорок пять градусов, возвращаетесь к реке Заходите в ссылку, чтобы выиграть хотя бы пару минут за счет внезапности Вопросы? Никак нет Выполняйте Есть Есть Смотри Наше вроде Девушки отдыхают. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем будет теперь видно! Ну что, капитан? Ясно. В первую очередь, транспорт любой, чтобы мы смогли добраться до ближайшего штаба. Капитан. Вода. Кроме того, нужно срочно связаться с нашим полком, сообщить о нашем местоположении. Смотри опять. Зачемел, наверное? Нет, это вот конкурсность. Да, и самое главное, тягач любой, танк-трактор, чтобы вытащить наш самолет. Так, немцам он не должен достаться ни при каких обстоятельствах. Полиэтрог, что ли? Я не с вами разговариваю, товарищ эфритер. Капитан! Капитан, вы меня слышите? Да, по-моему, нет у них никакого трактора, Павел Алексеевич. Да я вообще не понимаю, что здесь происходит. Вот вы, капитан, я к вам обращаюсь. Вы на кого похожи? Солдаты должны брать с вас пример. А вы? Что это за вид? Вы офицер Советской Армии. Капитан! А, танк, да, хорошо бы. Идите, если надо. Моих никого не дам. А, танк, да, танк, да, танк, да. Итак, уже с утра третья атака. Это шесть за день? Это той ночью. Значит, что посоветуем? Поспите, пока не началось. Не пей. Да. Присмотри за товарищами. Есть. А вот летуны, устраивайтесь. С комфортом. А это, чтоб не замерзнуть. Это что, с трупа? Точно, полеток. Задание выполнил товарищ подполковник. Фотографирование провел. Пленку достал в целости и сохранности. Вольно. Ну, еще мессер сбил. Ну, это вы, наверное, видели. Мессер-то ты сбил. Только он наверняка стал сообщить своим про аэродром. Почему один вернулся? Терентьев с Масловым где? Терентьева сейчас сбили на фотографирование. Он выпрыгнул с парашютом. Маслов его подобрал. Вот. Они шли за мной. Вдвоем на одной машине? Да. Товарищ подполковник. Вот. Они до линии фронта дотянули. Вот. А у Суховки я их потерял. И что с ними? Они упали, сели. На той странили, на нашей. Не знаю, товарищ капитан. Не видел. Так куда ж ты смотрел? На мессера я смотрел. От них уводил. А еще мне бензин кончился. А еще у меня задание было доставить разведданы любой ценой. А еще мы увидим и разберемся. Потом разбираться будете, Лида. Бери в Дивасово и протешите все вокруг Суховки. Если самолет на той стороне, уничтожите. Выполняйте. Есть. В Дивасов. Хватит, швати. Волков, к связистам. Обзвоните все части в районе Суховки. Не садился ли самолет у них или у соседей. Выполняйте. Есть. И немцы осмотреть надо. Труп, в смысле. Раздержите мне, товарищ подполковник. Отставить. Дементьева Гусева. Выполняйте. Есть. Поздравляю. Служу Советскому Союзу. Служу Советскому Союзу. Сержант Бес. Я. За мной. Чеканого лавана. Ты молодец. Стой. Я в кабину. Я. 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 Парашют-то у них хорошее, шелк мягкий, да брось ты его к чертовой матери, а. Давай. Поехали, поехали. Форма новенькая, самому лет двадцать, не больше. Садись. Фельдфебель. Точно новичок. Товарищ подполковник, самолет Маслова нашли. На нейтральной полосе лежит. Разбились. Целы вроде, но рядом не сядешь. У немцев как на ладони. Какая там часть стоит, знаешь? Пятьдесятого полка. Только с ними связи нет. Их пятый день как отрезали, каждый день пытаются к ним пробиться, пока не могут. Свободны. Есть. Есть. Капитан. Летуны, налетай, ужин. Двойная порция. Половина нашего батальона поубивала. Пропадать же. Петуха, послышь его, Маслова. Полное моральное разложение. Не хотите, не ешьте. Петюшка, может, уберечь запас. Кто знает, сколько нам тут сидеть еще. Да у нас патронов на две атаки осталось. Так что ешьте, не стесняйтесь. Дай-ка. Что ж с ним делать-то, а? Товарищ капитан, я слышал, вы Борькин самолет нашли? Нашли. Дальше что? Это я вас хотел спросить? Вам, Борька, кто? Ведомый без году неделя. А мне друг. Если он не вернется, я себя не прощу. Я, а не вы. Приятного аппетита, товарищ капитан. Не ешь. Не ешь, сказал. Маслова, это… Спасибо тебе. Ну что, Силов, не побоялся? Общий поступил, как настоящий боец. Настоящий товарищ. Давайте лучше спать, товарищ капитан. Не спать! Петунцы! Подъем! Живо со мной! Слези! Петунцы! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слышь, летуны, а вы, случайно, не на илах ходите? Нет. А я вообще илы уважаю, а не, когда окупы песочат. У немцев аж мозги от страха отказывают. Мы илы как раз сверху прикрываем. Уважаю. Не, ну мы так-то видим вас, когда облаков нет. Туда шесть летит, а брат-то два. Да, брат, война, но для всех одна. Все. Да, черт. Да уж, у них с техникой не заряжется. Ты понимаешь, что это? Отдать боевую машину в руки противника. Ефрейдер, где капитан? Пусть то хочешь делает. Нужно решать самолетом. Граната есть? Лучше бы, конечно, несколько. Организуем. Маслов, ты куда собрался? Если хотите, можете тут подождать. Вы на что намекаете, товарищ младший лейтенант? Репей! Куда гранаты? Говорю, что летуны попросили. Зачем вам гранаты? Нужно ликвидировать самолет. Выделить тех четырех бойцов. Моя задача удерживать данный рубеж. Солдата я вам не дам ни одного. Репей! Прикрой летунов. Есть. С вами разговаривает заместитель командира полка. Я повторяю приказ. Учтите, я жаловаться буду. Стой. Дай огню связку. Выполняй приказ старшего, давай. Стоять. Каску снимаем. Иди, держи. Свободно. Вот психи. Черт. Ну, Мазлова. На всю голову тряхнула. Куда ты собрался? Я что-нибудь придумаю. Ух! 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Осторожней, осторожней. Держите, надо. Держи. Нас переводят в тыл. Вот ваша машина. Как звать ты тебя? Павел. Сергей. Борис. Сергей. Бывайте. Слушай, Маслов, когда к нашим приедем, ты думаешь, ты говоришь, что нет? Понял? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай. Принимай. Хорошо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Все, будешь? Бери, бери. Спасибо. Боря. Борька. Здравия желаю. Живой. Живой, Борька. Борь. Борь, ты поймел, мне на хвост сел. Слышишь? Худой мне на хвост сел. Видел, Ленька, видел. Галина Николаевна. Потом, потом. Борь. Борь. Борь, Борь. Я его сбил. Слышишь? Я его, заразу, сбил. Я сбил свой первый, Борь. А я тоже Лень сбил. Свой собственный, правда. Ага, я сейчас. Как самочувствие, товарищ младший лейтенант? Заставили вы нас поволноваться. Хорошее самочувствие. А так и не скажешь. Вам бы отдохнуть. Да тут ведь такое дело, товарищ капитан. Я-то думал, война, она для всех одна. А она, оказывается, разная. Борь, ты сначала руки помой. Пойдем. Пойдем, а потом сядешь и как человек поешь. Точно, руки. Пойдем, пойдем. Забыл совсем. Вы где были-то? А? А мы тут, Таша. Не знаю, что думать-то. Нам всем надо оказаться в окопах, чтобы по-настоящему боять войну. Мы сражаемся в небе, но нельзя забывать о простых дружинках войне по пехоте. Но их при всех нашей победе. Ага. Я счастлив, что нам довелось бы ночью. Мы победим. Победим. Пытаясь, что мы сражаемся не только за свою жизнь, а за свободу своей страны. В этом наши силы. Мы победим. Победим. Виктор Степаныч, я что-то не пойму. Погода, как на курорте и ни одного вылета. Про нас что, в штабе забыли? А может война кончилась, а мы тут не знаем? Нет, я серьезно. Столько вылетов потеряли из-за туман и дождей. Сейчас бы наверстать. Может, позвонить в штаб? В штаб? Это хорошо. Три дня назад налет на станцию был, помнишь? Да я в курсе. Вон там вроде отбились. И с минимальными потерями. Ну да. Бронетехника не пострадала, а горючее оно, понимаешь, горит. Так что два эшелона с керосином, которые для нашей дивизии предназначались, сгорели так, что цистерн не осталось. Поэтому летать нам, товарищ Лагазал, практически не на чем. Так что для всего личного состава у нас временная передышка. Понятно. А если налет? Ну, вылета на два-три, топлива хватит. Но это на крайний случай. Понятно. Значит, для личного состава версия такая. Передислокация. Хорошо. Передислокация. Понятно. Виктор Степанович, а может нам учебные стрели вы устроите? На линии ведения огня, шагом марш! К бою! Огонь! Оружность осмотру! Осмотрено! 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 Ну что, ни царапины у Чюрера, а? Да мимо все, товарищ подполковник! Да мы тут все не снайперы! Что ж за позор на мою голову? А если бы не мишень? Если, не дай бог, жизнь будет зависеть? Вы же в немца в упор не попадете! Так я ведь попал, товарищ подполковник! А я, по-твоему, слепой, да? О, щепки летели! Бутылка коньяка тому, кто попал фюреру в лоб! Товарищ подполковник, разрешите вторую попытку! Хитер, бобер! Кто там следующий? Бодивасов? Пусто! Дементьева! Да, товарищ подполковник! Зря ты старался все это рисовала! Могла бы одну мишень на всех! Кто там следующий? Васильев, тоже ноль! Михалев, стыдно! Ничего себе! Вот это я понимаю! Сержант Бес получает бутылку коньяка! Ура! 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 Спасибо, товарищ подполковник! И назначает инструктором по стрельбе! Занятия проводить не лишь двух раз в неделю! Выполнять! Есть! Кругом! Шагом марш! Вторая группа на линии открытия огня! Шагом марш! К бою! К бою! К бою! К бою! Огонь!